Понятие императорской власти в трудах Дмитрия Хаматиана. Содержание понятия императорской власти в трудах охрецкого архиепископа Дмитрия Хаматиана, занимавшего кафедру с 1216 по 1236 года и являвшегося известным византийским канонистом, связано со специфическими политическими условиями, сложившимися после падения Константинополя в 1204 году и заключавшимися в существовании сразу трех греческих государств, правители которых претендовали на титул императора. Дмитрий Хаматиан вошел в состав политической элиты одного из этих государств, Ипирского царства, расположенного на западе Балканского полуострова. Рукоположение в сан архиепископа Охрида в 1216 году произошло при активном участии Феодора I Дуки, что обусловило политические взгляды Дмитрия Хаматиана, поддержившего ипирского правителя. Особенно ярко данная поддержка проявилась в том, что именно Дмитрий Хаматиан провел коронацию Феодора I в 1227 году и выступил защитником данного шага в последующей системе полемики с вселенским патриархом Германом II. Термины «василия» и «василевс», обозначающие, соответственно, императорскую власть и ее носителя, встречаются в 36 посланьях Дмитрия Хаматиана. Однако семантическое поле данных понятий в полной мере затрагивает пять из них. Три послания к Герману II, два послания к Феодору I. Следует отметить при этом, что перечисленные документы могли бы быть дополнены за счет ответов Дмитрия Хаматиана Охридскому архиепископу Дерахия Константину Кавасиле, в которых содержатся комментарии относительно интересующих настернов. Однако на настоящее время Гюнтером Принцингом высказывается сомнение относительно принадлежности данных документов к Перу архиепископа. Продолжение следует...